Введённая тарифная политика 2013 года действительно позволит формировать тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие рентабельную работу водоканалов, покрывающих инвестиции на реализацию среднесрочных программ, а именно включение полного объёма амортизационного отчисления после переоценки и прибыли в размере до 30% от суммы основных фондов, увеличение объёма средств, необходимых для реализации инвестиционных программ. Вместо с тем, предложенные агентством индикаторы инвестиционных программ позволят не только регулятору, но и бытовым потребителям оценить эффективность и целое использование средств. Кроме того, благодаря внесённым изменениям агентствам Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, в основе парадоформированный затрат, теперь водоканалы смогут повысить размеры среднемесячной заработной платы своих работников до уровня среднемесячной заработной платы, сложившейся в регионах, что позволит сократить и даже остановить отток квалифицированных кадров. ТОВНС «Водный ресурс маркетинг» является частным предприятием, работает на рынках услуг 15 лет и обеспечивает хозяйственной питьевой водой населения города Чемкента и Сайрамского района около 700 тысяч человек. Предприятие 2005 года работает посредственно срочным тарифом и осуществляет реализацию инвестиционных программ, направленных на то, чтобы потребители получали качественные регулированные услуги и обоснованным и прозрачным тарифом. В результате вложенных инвестиций и в обновлении изношенных водопроводных сетей нормативно-техническая потеря снижена с 34% до 18%. Удельная норма расхода электроэнергии снижена 0,87 кВт в час на 1 хм в воде до 0,14 кВт. Все потребители многокатажных квартал частных домов 100% охвачены индивидуальным общедомовым общоуличным прибором учета воды, в результате чего на сегодняшний день достигнуто снижение расхода питьевой воды с 450 литров в сутки до 114 литров в сутки на 1 человека. Таким образом, экономия потребителей составляет до 700 тенге в месяц на человека. Также уменьшился расход электроэнергии и сокращение выработка выбросов в атмосферу парных газов, что также немаловажно как для потребителей, так и для самого предприятия. Таким образом, необходимо повсеместно приборизаться, тогда потребитель ощутит реальную экономику и выгоду. С 2001 года реконструктировано 628 км изношной водопроводной сети диаметром от 32 до 600 мм за счет освоения инвестиций. В результате достигнуто снижение аварийности на 100 км до 33%, сокращение расхода на аварийную восстановительную работу на 31%, что позволит обеспечить беспереводную подачу воды потребителям, тем самым повышается качество предоставляемых услуг. Хотел бы отметить, что время диктует о необходимости разработки отраслевыми министерствами стандартов качества и сервисного обслуживания при оказании регулируемых коммунальных услуг, которые позволят регламентировать процесс взаимодействия услугодателей и потребителей. Это позволит решить много проблем, исключить бюрократа из-за употребления субъекта естественной монополии при оказании услуг регулированной спорной ситуации и полностью регламентировать их взаимодействие. Наши предложения. В развитых странах Европы и Америки компания-оператор независимо от формы собственности управляет водопроводно-канализационным хозяйством без финансированной со стороны государства. Все инвестиции на модернизацию и развитие водопроводно-канализационного хозяйства частными государственным компаниям вкладываются за счет заемных средств под 1-2%. Из государственного бюджета по программе термомодернизации жилдомов выделяется кредитный средств на ремонт многоэтажных домов. Однако водопроводно-канализационное хозяйство является тоже социально значимым объектом, остается без поддержки со стороны государства. Необходимо государственным программам включить модернизацию и развитие водопроводных канализационного хозяйства путем выделения кредитных средств из государственного бюджета по ставке 0,1% годовых на долгосрочный период. Продолжение следует...